Всем привет друзья! Итак, продолжаю знакомить вас с компанией Hotway, которая выпускает защищенные и не защищенные крутые смартфоны И сегодня знакомлю вас с новым их защищенным смартфоном, с флагманом защищенников Hotway W11 Батарея на 20800 мАч, как всегда классная защита, ночная камера и хорошее железо Но есть нюансы или нет? Давайте будем знакомиться и разбираться Hotway W11 Смартфон специфический и не для широких масс, но своих ценителей он точно найдет На рынке много уже брутальных броневиков и это один из них Брутальности гаджету придает защита и его размеры, а также мощный выделяющийся фонарик Защита у смартфона серьезная IP68, IP69K и военный стандарт MIL-STD810G Это обозначение военной защиты, то есть смартфон не боится влаги, грязи, выдерживает падение с высоты больше двух метров, а также его можно топить и ему ничего не будет Главное проверить заглушки и привязать шнурок, чтобы потом его вытащить Шнурка в комплекте нету, но крепление для темляка есть Кстати, комплект поставки стандартный, смартфон, зарядный кабель с блоком на 30 Вт, защитное стекло, уже наклеено с завода, скрепка с инструкцией и есть кабель OTG для подключения флешек или мышки, например На лицевой части смартфона можно выделить довольно толстые рамки и каплевидный вырез под камеру Впрочем, для такого утилитарного устройства это не важно Над камерой расположился разговорный динамик Экран в W11, несмотря на класс устройства, весьма приятный Это плоская Full HD+, 6,6 дюймовая панель, прикрытая защитным стеклом Corning Gorilla Glass, поколение не указано Разрешение составляет 2460 на 1080 пикселей, соотношение сторон 20 к 9 Частоту обновления изменить нельзя, это значит, что она тут 60 Гц Ролики на ютубе, кстати, можно установить с 4К разрешением Не все экраны поддерживают такое разрешение, а сама картинка очень насыщенная Я сравниваю со своим смартфоном от BlackVue И в этом, в W11, картинку можете посмотреть, она прям отличается, она насыщеннее В роли процессоров W11 выступает восьмиядерный чип Mediatek MT8788, четыре ядра Cortex-A73 с GPU 2 ГГц и четыре ядра энергоэффективных A53 и 4 ядра С частотой также в 2 ГГц За графику отвечает видеочип Mali-G57MS2 Оперативной памяти 6 ГБ типа LDR4, к которой можно программно добавить еще 6 ГБ файлом подкачки И получится 12 ГБ оперативы А постоянной памяти у нас здесь 256 ГБ Если вам будет мало, то можно добавить карту памяти до 2 ТБ Железо, конечно, не очень мощное, но в повседневных задачах полностью справиться с поставленными на него задачами И игры поиграть можно, и кино посмотреть, и все остальное, что вам нужно Вот такие показатели в бенчмарках мы можем видеть Операционная система Android 13 редко будет разочаровывать подлагиваниями Мессенджеры, браузеры и схожие приложения открываются почти мгновенно Вопросы возникают к игровым возможностям чипсета, которые далеко не безграничные PUBG и танки поиграть, конечно, можно будет, но вот игры посерьезнее я бы запускать здесь не стал По части фото-видеосъемки в W11 установлены 3 фотомодуля 64 Мп, 24 и 16 Мп На задней панели у нас основная на 64 Мп И модуль ночной съемки на 24 Мп Фронталка, как вы поняли, 16 Мп Фото получается хорошее Есть выбор настроек, при которых вы можете фотографировать как захотите Можно фоткать с боке или выставлять все параметры вручную Думаю, те, кто любят поиграться с фотографией, будут довольны Тесты всех камер с видеосъемки вы увидите в конце видео Там будет также камера ночного видения, которая будет полезна рыбакам и охотникам Что же касается главных фишек броневика, так это его батарея, ночная камера и мощнейший фонарик Предлагаю сначала взглянуть на батарею, ведь большая толщина гаджета как раз и из-за нее Аккума на 20800 мАч хватит на неделю работы как минимум, это зависит от того, как вы будете юзать устройство А вот зарядить телефон от 0 до 100% можно за 5 часов от родного блока питания, который здесь на 30 Вт Фонарик на задней панели не один, их два Обычный стандартный фонарик и мега мощный кемпинговый на 280 люмен У него есть 5 режимов работы, 3 режима мощности, режим SOS и стробоскоп Жаль конечно, что кемпинговый фонарь нельзя назначить на программируемую кнопку, что слева Программируется только обычный слабый фонарь А для включения кемпингового нужно зайти в Toolback и включить его оттуда Правда можно сам Toolback зарезервировать на эту правую кнопку, но все равно сразу же кемпинговый фонарь не включится Боковые грани у нас металлические На левой грани находится как раз этой программируемая кнопка и совмещенный лоток под сим-карту и карту памяти Максимальный поддерживая объем в 2 терабайта Открыть лоток не очень-то просто, заглушка резиновая и очень плотно сидит Снизу находится разъем зарядки Type-C, прикрытый такой же мощной резиновой заглушкой Отдельного разъема под наушники нет, нужно брать наушники через Type-C, а не через джек С правой стороны у нас также боковые металлические грани Есть сканер отпечатка пальца, который вмонтирован в кнопку включения гаджета И кнопка плюс-минус Сканер отпечатка пальца, замечу, работает очень шустро Вес кстати W11 550 грамм, хотя заявляется 850 грамм, но у меня есть весы и я взвешивал И обладатель такого гаджета явно должен носить небольшую поясную сумку как минимум Потому что в кармане его носить ой как неудобно Также в смартфоне есть NFC, работает он под управлением андроида 13-го Bluetooth 5.1, навигация стандартная, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Замечу еще звучание динамика телефона, то есть его звук Он не особо качественный, на полной громкости слышно высокие частоты, а баса совсем мало Слушать конечно можно, но я слыхал звук и получше При таких характеристиках уверен, что ценник будет приятным Я знаю, что с 18 по 27 марта цена первых 500 единиц телефона W11 составит 139,99 доллара Остальные 149,99 А этот ценник я скажу вам, ну очень вкусный для смартфонов с такими параметрами и с такой батареей Так что имейте ввиду, если вы любитель подобных броневиков У остальных программах смартфона особо нечего сказать, они стандартные, как для 13-го андроида И все что нужно мужчинам тут есть Звукозапись есть В Toolback есть всякие уровни, отвесы, измерители, линейка, компас Короче, все что может пригодиться мужчине Спасибо за просмотр Ставьте лайк и пишите комментарий, что вы думаете про такие гаджеты И как вам именно этот экземпляр за его-то стоимость Ну и давайте посмотрим на тест с камер Пока-пока Тестируем фронтальную камеру HotWay W11 16 мегапикселей Тестирую в гараже Ну по мне картинка отличная Прям хороша картиночка Неплохо, неплохо Выйдем на улицу Стабилизация вряд ли будет на фронталке На задней камере Сейчас попробуем Стабилизация должна быть хорошая Ну или по крайней мере должна быть Как хорошая или нет, мы уже увидим Значит фронталочка может приближать до 4х Ну и вот нормальное наше разрешение Ветра нету, звук должен быть хорош Итак переходим к задней камере на 64 мегапикселя HotWay W11 защищенник Так ну и надеюсь идет запись у нас задней камеры на 64 мегапикселя По фокусу я не знаю что сейчас Надеюсь все нормально Ну стабилизация вроде как должна быть Такое качество Телефончик очень даже неплохой Сейчас буду тестировать камеру ночного видения Ну я уже ее тестировал Просто вам покажу Камера ночного видения очень хорошая Хорошо снимает ночью Когда кромешная тьма Сейчас все увидим Ну и вот задняя камера на 64 мегапикселя Ну вот снимает как-то так Но опять же В этом телефоне камеры это не главное У него главное это батарея и его защита И его камера ночная Вот но вроде как Как я посмотрел Очень даже хорошо снимает камеры И фонарик еще кстати очень неплохой Итак камера ночного видения Сейчас у нас свет есть Опача И света полностью нету Я ничего не вижу вообще Тьма Ну тьма типа ничего не видно На камере вижу все В подвал спускаться Ну как еще Блин Чуть не упал реально В подвал Там понятно кромешная тьма Оп Ой Чуть не упал короче Кромешная тьма Камера отрабатывает очень-очень хорошо И сейчас посмотрим Ну короче Как на дальних дистанциях Она отрабатывает хорошо Так и на ближних То есть на ближних дистанциях Вы можете рассмотреть все что Вам нужно Вы даже можете почитать инструкцию Или книжку Но я думаю книжку ряд И кто будет читать Ну вот как-то так Вон у нас Видно что там Светло Тут у нас темно Как-то так Камера ночного видения Хорошо работает Фокусируется То есть здесь фокусировка Ну и отрабатывает Так как должна отрабатывать Наверное Тестирую уже не одну камеру И в всех подобных телефонах Они хорошо справляются Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok